Первые сюрпризы кризиса. Около 150 каргандинских строителей сегодня остановили работу и объявили забастовку. Люди уже четвертый месяц не получают зарплату. Причем строительная компания, в которой они трудятся, и раньше фигурировала в скандалах, связанных с невыплатой денег. Людмила Батюшкина выясняла, что на этот раз помешало работодателю выполнить свои обязательства. Несмотря на объявленную забастовку, строители в рабочей одежде. Кажется, что они хоть сейчас готовы приступить к труду, лишь бы заработанное отдали. По словам людей, в последний раз они получали деньги в ноябре, и то авансом. Одним тогда выдали по 10, другим по 15 тысяч тенге. И вот уже 4 месяца работают за обещания. Сейчас продукты еще дорожают, каждый днем на дрожжах. Вот копейки дай, по 10, 3 раза дали аванс, и все. И живи с этим. Я, например, лисик на квартире живу. А как платить 40 тысяч, и чеком служить 10 тысяч. Все эти люди – сотрудники одной строительной фирмы «Оливия». Два года они возводят кредитный 16-этажный дом. Рабочие написали руководству уже несколько коллективных писем. Сметная стоимость новостройки – 3 миллиарда тенге. Половину из них покрыл республиканский бюджет. Остальные деньги, согласно договору, застройщик должен найти самостоятельно. Часть квартир реализуется по программе «Жилстрой Сбербанка» по 90 тысяч тенге за квадратный метр. Это примерно в два раза дешевле рыночной цены. А другие квадратные метры компании имеют право продать. Акимат города в лице отдела строительства перед подрядчиком, застройщиком все обязательства выполнены. Деньги все выплачены еще в 2012 году. А по задолженности перед работниками подрядной организации, по нашей версии, это, скорее всего, то, что он должен был вложить свои средства в данный объект. По некоторым вопросам мы с данным подрядчиком судимся. Руководителя ТОО «Оливия» в Караганды не оказалось. Но по телефону он сообщил, что всему виной мировой кризис. К апрелю работодатель обещает погасить долги по зарплате. Однако подчиненные ему не очень-то и верят. По их словам, задержки выплат начались еще года три назад. Между тем, параллельно с коллективом «Оливии» на забастовку сегодня вышли рабочие строительные компании «Элитстрой». Причина та же – долги по зарплате. Даже не посчитал нужно приехать с людьми поговорить. Предупрежден же был. Это плевал на нас вообще. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Караганды.